Скучать не приходится, чуть ли не хором отвечают дети толпе журналистов из Подмосковья. В 60 километрах от Москвы в Истринском районе расположен Центр реабилитации и образования номер 7, куда впервые заехали школьники не из Москвы, а из разных районов Московской области. Реабилитационный центр в летний период – это 127 воспитанников за 24-дневную смену из Истринского, Одинцовского, Волоколамского, Русского районов, из Вениграда. Дети с ДЦП, с сахарным диабетом, нарушением эндокринной системы, онкозаболеванием в период ремиссии и другими ограничениями жизнедеятельности – спектр практически без ограничений. Представители Союза журналистов Подмосковья посмотрели, как дети обучают, играют и помогают восстановить здоровье. Центр оснащен по последнему слову техники. Здесь есть все – фитотерапия, электро- и магнитная терапия, щелочные и медикаментозные процедуры, водные процедуры, спокапсулы, джакузи и даже оздоровление паром в кедровой бочке. Помимо ежедневных процедур, коллектив специалистов считает, что реабилитация – это обязательно спорт. Здесь нет учителей физкультуры, но есть специализированные тренеры. Йога в гамаках и катание на лошадях – не просто развлечение, а особая терапия. И таких терапий здесь большое разнообразие. Сейчас я покажу, как проходит занятие по канистерапии при помощи собак. Это решает три основные задачи – повышает самооценку, учит коммуницировать и преодолевать различные фобии. Канис, ко мне! Ты же моя хорошая! Одно из условий центра – отказ от гаджетов. Дети могут связаться с родителями только через телефоны воспитателей. По словам специалистов, это поможет избавиться в первую очередь от интернет-зависимости. Но это возможно, только если дети будут постоянно заняты. Мне ничего, нравится. Я привык, я много ездил. Центр принимает детей круглый год и большое внимание уделяет образованию, учитывая и то, что каждый ребенок приезжает с разной базой знаний. И в этом случае к каждому свой подход, иногда даже свой учитель. А вот летний период в полную силу направлен на развитие творческих навыков. Это клинотерапия, рисование красками на пене для бритья, лепка из картофельного крахмала, бумажные аппликации, кулинария, развивающие компьютерные программы, шахматы. Всего около 30 творческих кружков. Обучить биологии и труду можно даже на огородах, где дети сами выращивают укроп, петрушку, цветы и даже дыни. Это отличная возможность поковыряться в земле, особенно тем, у кого нет дачных участков. Кроме этого, на территории расположена экоферма, где ухаживать за животными могут тоже сами школьники. На базе установлены палаточный лагерь, позволяющий почувствовать детям атмосферу туристической жизни. А в специально построенной избе через предметы труда и быта школьники знакомятся со славянскими традициями и культурой. И на этом специалисты не останавливаются. Надеемся получить грант на создание уникального веревочного тренажерного города для детей с ограниченными возможностями здоровья, аналогов которым в России пока нет. Еще одно условие пребывания – отсутствие сопровождения родителей. Это помогает социализироваться в обществе и избавиться от родительской гиперопеки. Несмотря на то, что дети приходят с разными физическими возможностями, в центре все они друг с другом на равных. Игровая форма воспитания во всем. В центре реабилитации под названием «Республика 7» дети делятся по возрастам и живут в городах радужным, звездным, светлым, счастливым. У каждого ребенка в этом городе есть своя должность, не ниже уровня министра. Профессиональную помощь специалистов дети Подмосковья бесплатно получают по контракту с дирекцией единого заказчика Министерства социального развития Московской области. А банковскую гарантию бюджетному учреждению предоставляет Сбербанк России. Уникальность заключалась в том, что мы первый раз предоставляем банковскую гарантию бюджетному учреждению для исполнения госконтракта. Я думаю, что мы и дальше продолжим сотрудничество. Центр работает с 2006 года на базе бывшего пионерского лагеря, постоянно преображаясь и расширяясь. В год реабилитацию проходят 1200 воспитанников. И спрос каждый раз только растет. Квоты на медицинскую помощь устанавливаются на год вперед. Вот такую тайну, приоткрою, сейчас заканчивается реконструкция еще одного спального корпуса. А это значит, еще 320 детей, порядка 400 детей мы сможем принять в свой центр реабилитации и образования. Московская область для меня звучит как единое целое. Я думаю, что сейчас прецедент создан и решено взять окружение ближайшее. Марина Познякова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».